Торжественные звуки марша Продемонстрировали на первом всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся свои таланты. Обновленная и преображенная социализмом предстала перед человечеством наша страна во всем своем могуществе и величии, во всем блеске таланта своего замечательного народа. Эти слова принадлежат генеральному секретарю нашей партии, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Лучший выставочный зал столицы предоставлен изобразительному творчеству трудящихся. С приветственными словами к собравшимся на открытии выставки обратились. Секретарь ВЦСПС, председатель Всесоюзного оргкомитета по проведению фестиваля товарищ Землянникова, председатель правления Союза художников СССР академик Пономарёв. Первые минуты после открытия выставки. Еще не осмотрены залы, еще не выбрано самое близкое, но уже очевидно, что зрителей ждет радость встреч с большим и самобытным искусством. Об изобразительном творчестве трудно говорить языком цифр. И тем не менее, прибегнем к статистике. Три тысячи авторов, участники выставки, это рабочие, колхозники, учащиеся, люди разных профессий. На выставке представлено пять тысяч произведений. Все это говорит о том, что в год шестидесятилетия Великого Октября самодеятельным художникам есть что подарить Родине. Богата выставка. Богато и неиссякаемо самодеятельное творчество. Оно различается по видам, жанрам, формам и национальным традициям. Оно своеобразно и неповторимо. Каждое произведение – это открытие нового. Это радость познания духовного мира народа. Каждое произведение сотворено с горячим и открытым для красоты сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Человек с раннего детства соприкасается с искусством. Нет ребенка, который бы не брался за карандаш. Первые представления о добре и зле, красоте и радости остаются у него на всю жизнь. Нам дороги эти детские увлечения. Они искренни и правдивы. Они могут перейти в призвание взрослого человека. Есть в нашей истории события, которые навсегда в сердце и памяти каждого из нас. Великая Отечественная война. Она стала священной темой нашего искусства. Самодеятельные художники рассказывают о суровом времени, о героизме и мужестве советских людей, о светлой радости нашей победы. Их глубоко волнует судьба тех, кто отстоял мир. Тема верности революционным традициям, ратного подвига советского народа, трудового энтузиазма рабочего класса и колхозного крестьянства, любви к родине и коммунистической партии заняла центральное место в произведениях выставки. Искусство — это активная форма воздействия и общения. Поэтому часто возникают споры, дискуссии, равнодушных нет. В ткань выставки вписали свои узоры «Искусство всех национальных республик», демонстрируя братскую дружбу и единство всех наций и народностей, составляющих Советский Союз. При всем неповторимом национальном колорите можно проследить объединяющие все работы стремления подчеркнуть красоту и духовное богатство советского человека, выявить все, что делает нашу жизнь яркой и наполненной. Свободное время для художника — это время рождения новых образов, воплощения задуманного. Это время, отданное вдохновению, приобщению к радостям творчества, к великим таинствам искусства. Поразительные успехи живописцев Средней Азии. Их искусство стало поистине народным и общедоступным лишь с установлением советской власти в нашей стране. Очень своеобразные и интересные работы народа в Крайнем Севере, всех, кто участвовал в экспозиции и выставке. У резчиков по дереву, скульпторов много возможностей применить свое дарование на практике, принести радость людям. Виктор Ульянов из города Несвиш. Он врач по профессии. Все свободное время отдает он любимому занятию, украшая свой город, принося радость детям. Декоративно-прикладное искусство вводит нас в мир удивительных и прекрасных образов. Все эти импровизации и фантазии восхищают красочностью и мастерством. В них непосредственность и мудрость. 25 лет посвятил любимому увлечению Михаил Зверко. Любовь человека к полезным и красивым вещам есть вечный двигатель гончарного круга. А эти шуточные, с доброжелательным, но острым юмором шаржи созданы на грузинской земле. Женский образ. Вечная тема искусства. Рабочий по профессии Коба Кабадзе, увлеченный чеканкой по металлу, тоже отдает дань этой теме в своем творчестве. Разнообразные интересы самодеятельных художников. Одни пишут портреты, другие натюрморты. Инженера Егорова влечет красота родной природы. Так же, как и Геннадия Шишкина, сварщика по профессии. Искусство пейзажа неисчерпаемо. Природа — это целый мир, где живет и трудится человек. Из поколения в поколение передается мастерство резчиков, гончаров, ткачей. Запах трав и цветов, синь неба и неоглядные дали видим мы в работах мастериц из далекого белорусского села Макрана. Изделия этого старинного национального вида ткачества уникальны. Они исполнены с большим мастерством. Сегодня бригадир ткачих Анна Ивановна Полищук представляет работы своих подруг на выставке в Москве. Особую привлекательность многим работам самодеятельных художников придает то, что их авторы сами являются участниками изображаемых событий. Духовная красота советских людей, наполненность нашей жизни делают произведения этих художников непосредственными, сочными и яркими. Увлекательным путешествием по стране назвали зрители эту выставку. Ее посетило более 150 тысяч человек. Велик и талантлив наш народ. В творчестве художников нашли отражение страницы героической жизни нашей Родины, созидательная деятельность советского народа, ведомого коммунистической партии. Экспозиции и выставки – это история жизни народов нашей страны, всегда единых в героических подвигах и в труде. Новая конституция советского государства гласит, в СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного творчества. «Человек и труд». В труде проявляется его талант, ум, его воля. Трудом сильна наша держава. Труд есть генеральная тема искусственных художников. «Государство – это мы», говорят советские люди. «Мы варим сталь, растим хлеб, совершаем космические полеты. Мы создали, по выражению Леонида Ильича Брежнева, совершенно новый мир, мир нового советского человека. Первый всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного творчества трудящихся продолжает шагать по стране. Он выражает подлинную демократию, действенную свободу личности, самую передовую культуру. И это наполняет гордостью наши сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok